Руководитель администрации губернатора Свердловской области Сергей Пересторонин, подводя итоги работы городских и районных судов, а также мировых судей Свердловской области в 2015 году, поблагодарил специалистов за профессиональную и ответственную работу и за то, что каждый житель Свердловской области имеет возможность реализовать свое право на судебную защиту, на справедливое рассмотрение дел беспристрастным независимым составом суда. Хочу отметить, что судебная власть Свердловской области стала более открытой и понятной общественности. Сотрудники судов большое внимание уделяют пропаганде правовых знаний среди населения, осознанию того факта, что все мы живем в правом государстве. Судейское сообщество выполняет непростую миссию, несет особую социальную нагрузку, поэтому вопросы личной безопасности судей, повышения престижа службы всегда стоят на особом контроле. Сергей Пересторонин пообещал, что Свердловская область продолжит оказывать помощь в создании комфортных условий для работы судов. В 2015 году из средств областного бюджета выделено свыше 58 миллионов рублей на охрану помещений судебных участков и обеспечение безопасности мировых судей. Более 38 миллионов рублей на капитальный ремонт зданий судебных участков в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Артемовском, СССР. Значительные средства выделяются на обновление компьютерной техники и программного обеспечения. Сегодня на территории Свердловской области осуществляют правосудие 208 мировых судей и 454 районных судей. В 2015 году всего было рассмотрено около 700 тысяч дел, из них 446 тысяч гражданских. Главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Березовский отметил, что важнейшим направлением работы судей является повышение уровня открытости судебной системы, особенно в делах, которые касаются коррупции, а также тех, что связаны с несовершеннолетними. В зоне особого внимания проведение отбора и ужесточения требований к кандидатам на должность судей, к их личностным и профессиональным качествам. Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев подчеркнул, что требованием времени и гарантии развития власти и общества является существенное повышение качества и эффективности правосудия. В первую очередь речь идет об эффективном судебном контроле на всех этапах уголовного, гражданского и административного производства. В стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом России, обозначен новый критерий оценки состояния нацбезопасности – удовлетворенность граждан степенью защищенности конституционных прав, личных и имущественных интересов, в том числе от преступных посягательств. Судейские органы должны обеспечить такой уровень правосудия, когда любой гражданин будет абсолютно уверен в возможности спокойно воспитывать детей, в безусловной защите своих прав и свобод, реализации предпринимательской инициативы и творческого потенциала. Также на совещании были вручены юбилейные медали «150 лет судебной реформы в России» председателю Свердловского творческого союза журналистов Александру Левину и руководителям правоохранительных органов. Сергей Пересторонин подчеркнул, что нынешний выборный год станет особым не только для всех ветвей власти, но и для органов охраны правопорядка и судебной системы. Уважаемые участники совещания, стабильность судопроизводства – это важнейшее условие предсказуемости и устойчивости экономической, социальной и политической жизни региона. Это особенно актуально сейчас в условиях подготовки к проведению важнейших выборных кампаний, результаты которых на годы вперед определяют развитие не только Российской Федерации, но и нашей с вами Свердловской области. Артемовские мировые судьи давно ждали обновления и ремонта здания своего учреждения. И решение регионального руководства о выделении субсидий на его ремонт показывает, что Институт мировых судей в нашем муниципалитете востребован. Напомним, мировые судьи рассматривают дела об уголовных преступлениях, максимальный срок наказания за которые не превышает трех лет, за исключением преступлений, определенных отдельными статьями Уголовного кодекса. Также в ведении мировых судов гражданские дела, только относящиеся к подведомственности судов общей юрисдикции, не подведомственные арбитражным судам. И дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового судьи, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.